Многие игроки в доту привыкли считать, что они знают её вдоль и поперёк. Все механики, все скиллы, всех персонажей, однако, поверьте мне, дота гораздо обширнее и глубже, чем вы думаете. В ней есть огромное количество мелких деталей, которые даже самые заядлые игроки никогда не замечали. И, как по мне, этим дотой прекрасно. Ты можешь иметь в ней тысячу, две, три, да хоть пять тысяч часов, но всё равно можешь узнать о ней что-то новое. Ну и, как вы, наверное, уже все поняли, я снова не смог собрать факты под одну тематику. Поэтому сейчас я представляю вашему вниманию пять фактов о доте, которые никак не связаны между собой, но при этом наверняка удивят вас. К слову, последний ролик с подобной солянкой собрал крайне приятный фидбэк в виде лайков и просмотров. Поэтому сразу официально заявляю, что если этот ролик побьёт рекорд прошлого по лайкам, то есть наберёт их где-то тысяч десять, то следующий ролик выйдет буквально сразу. Видите ли, у меня реально много интересных фактов, но их нельзя определить в какой-то конкретный топ. Поэтому, если вам действительно интересно смотреть подобное, то покажите это своим лайкам. И вам будет больше контента, и мне приятно. В общем, я верю вас. Всего-то 10к лайков. Ну, а я не смею вас больше задерживать, давайте уже начнём. Открывает наш, так сказать, топ крайне любопытный факт, который удивил даже меня. Касается он сразу двух героев, снайпера и пуджа. Не знаю, может это какой-то странный эксперимент со стороны Valve, ибо я даже не знаю, как это объяснить. Дело вот в чём. Все мы привыкли видеть, что снайпер умирает с вот такой вот анимацией, а пуш с вот такой. Ничего такого. Однако же, как я совсем недавно выяснил, у этих двух героев имеется ещё одна кастомная анимация смерти, которая воспроизводится после получения огромного урона. Под огромным я подразумеваю тот урон, который превышает количество ваших текущих ХП во много раз. Хотя это может быть и вообще ошибочно. Но факт есть факт. Если пудж или снайпер на начальных уровнях, к примеру, подорвутся на мини Текиса, то они умрут совсем по-другому. Вот смотрите сами. Их буквально отбросить назад, заставив сделать тройное сальто. И если со снайпером это выглядит ещё вполне себе нормально, поскольку он маленький и лёгкий, то вот с пуджом это вызывает какие-то крайне смешанные чувства. Причём подобные анимации включаются не только на начальных уровнях, и не только от Мин Текиса. Снайпер с кучей рапир крайне эффектно убивает вражеского снайпера. Или же СВН одним ударом подкидывает сразу двоих. То есть любой большой урон заставит пуджа или снайпера буквально подпрыгнуть перед смертью, сделав тройное сальто назад. Немного поэкспериментировав, я проверил ещё множество героев, но больше ни у кого из них не было подобных анимаций смерти. Зачем Valve ввели это в игру? Непонятно. Но ещё более непонятно, почему именно пуджу и снайперу? Потому что это самые популярные герои? Может быть. Но почему анимация именно такая? И будут ли другие герои обладать подобными особенностями? В общем, как вы поняли, факт небольшой, но как по мне действительно очень любопытный. И точно уж никому неизвестный. Следующий факт коснётся Эмбер Спирита. Не знаю, замечали вы или нет, но у него есть одна очень странная речевая особенность. Дело в том, что все его реплики состоят из четырёх слов. Причём это не какая-то шутка или совпадение. Это достоверный факт, который подтверждает и сам Эмбер, произнося данную фразу. И вообще вы прямо сейчас могли бы мне сказать, Самовар, да этот факт, блин, дикий баян, и мы все давно его знаем. Ты чё там вообще? Обижаете, друзья? Я не я, если бы начал кормить вас столетними фактами из пабликов ВКонтакте. Данный факт куда интереснее, чем вы думаете. Суть данной речевой особенности Эмбера состоит в том, Что она является некой отсылкой к китайским идиомам, Всем известным как Чен Юй. Это что-то вроде крылатых выражений в китайской культуре. И как вы, наверное, уже все догадались, Данные выражения, конечно же, состоят из четырёх иероглифов. И если мы посмотрим реплики Эмбера на китайском, То увидим, что и там все его фразы состоят из четырёх иероглифов. Причём стоит отметить, что в английской озвучке данное правило частенько нарушается. Особенно в обращениях к героям. Вот, послушайте сами. Но ещё забавнее, что в русской озвучке данное правило соблюдено на сто процентов. И лично я не нашёл ни одной фразы, которая состояла бы из пяти и более слов. И даже там, где в английский вообще шесть слов, у нас всё ещё четыре. Надвигается буря, Сторм Спирит. И, конечно, хоть русская озвучка Эмбера и оставляет желать лучшего, Лично меня радует, что наши локализаторы не забили на это правило, А даже наоборот, превзошли оригинал. Можете сами представить, как сложно выражать все свои мысли только в четырёх словах. Я думаю, это достаточно трудно. А знаете, о чём точно нельзя сказать в четырёх словах? О Мостчате, конечно. Ведь Мостчат – это не только программа для голосового и текстового общения, Но и платформа для игровых плагинов, одним из которых является скинченджер благодаря ему. Вы прямо внутри игры сможете бесплатно надеть почти любую существующую шмотку на своего персонажа. Просто выбирайте нужную вещь из своего нового инвентаря и спокойно одевайте. Также совсем недавно в Мостчате появился голосовой помощник, который серьёзно облегчит вам жизнь. А каждый, кто поможет улучшить эту функцию, получит 100 рублей на телефон. И, кстати, это не шутка. Ну а если вы вдруг заходите в доту только ради новомодного авточесса, То и тут вас ждёт сюрприз. Плагин с честным матчмейкингом поможет подобрать вам соперника с таким же уровнем игры Или просто скатать быстрый матч. Конечно, то же самое есть и для обычного матчмейкинга. Указывайте необходимые параметры и ищите себе подходящих тиммейтов. Часто делаете рампаги и просто красивые моменты? Также плагин Highlights автоматически запечатлит всё это в лучшем качестве И поможет поделиться с друзьями. А за производительность можете не бояться. Мостчат потребляет крайне мало ресурсов, а также имеет сервера в России, Что делает качество связи просто идеальным. И всё это, конечно же, бесплатно по ссылке в описании. Следующий факт, как ни странно, опять коснётся снайпера. Вы никогда не задумывались о том, что в доте как-то не хватает реализма? К примеру, тот же снайпер может делать по 200 выстрелов в минуту и при этом ни разу не перезарядиться. Согласитесь, странно. Даже если представить, что его винтовка волшебная и генерирует патроны сама, То ведь ей всё равно нужна хоть какая-то пауза, чтобы не перегреваться. Я разве не прав? Так вот, к чему я это всё сейчас веду. 1 ноября прошлого года в доте появился крайне необычный баг, Который приглянулся многим игрокам. Суть его вот в чём. Когда снайпер достигал скорости атаки равной примерно 600, То примерно каждые 7-8 выстрелов он стал делать небольшую паузу. Подобный баг быстро разлетелся по реддиту, И многие пользователи в шутку стали говорить, что это просто перезарядка, ничего такого. Выглядело это всё, конечно, весьма забавно, Но игрокам подобная концепция пришлась по вкусу, Поскольку эти паузы дают хоть какой-то шанс скрыться от пулемётного огня снайпера, Как бы то иронично не звучало. Стоит отметить, что данный баг был не единичным случаем одного игрока. В тот же день многие другие пользователи поделились своими наблюдениями О странном поведении оружия снайпера. Многие даже подумали, что так и должно быть, Мол, в новом патче ввели подобную фичу. Однако, как я уже сказал, это был самый обычный баг, Который исправили на следующий же день. Хотя концепция перезарядки, как по мне, снайперу бы совсем не помешала. Следующий рандомный факт касается Феникса. А если бы точнее, то его модели. Не знаю, как вас, но меня в Фениксе всегда смущало его лицо, Или как вообще назвать вот эту вот тёмную часть. Я всегда считал, что эту хреновину добавили во вторую доту, Чтобы не нарушать авторские права Близзард. Ведь в первой доте Феникс выглядел очень даже канонично, Однако же, похоже, я ошибся. Поскольку эта штука представляет из себя не часть его тела, А что-то типа шлема. Как я это определил, очень просто. Если открыть модель Феникса в программе для 3D моделей, И убрать этот шлем, то можно увидеть, Что под ним скрывается настоящее лицо Феникса. Правда, оно сильно засвечено, И там сложно разглядеть какие-то детали. Но если убрать цвета, То мы с вами сможем вполне чётко увидеть настоящее лицо Феникса. Которое на самом деле выглядит очень круто и проработано. Благодаря этому приему мы можем понять, Что Феникс действительно очень красивая птица, С острым хищным клювом и серьёзным взглядом. А не просто какое-то непонятное существо, С крыльями и каким-то набалдажником вместо головы. Ну и последний на сегодня факт будет достаточно известным, Но я всё равно решил его вставить, Чтобы закончить ролик на доброй ноте. Касается данный факт в первую очередь Ио и частично Феникса. Речь пойдёт об их репликах. Как вы заметили, оба этих парня, Они как бы не особо разговорчивые. У Ио, к примеру, всего 50 реплик, А у Феникса так вообще где-то 30. В общем, сам факт состоит в том, Что мы с вами привыкли, Что их речь никак нельзя понять. То есть они там себе что-то булькают и чирикают, Но ничего более. Однако, эти звуки не так бессмысленны, Как вам может показаться. К примеру, мы чётко можем с вами понять настрой, Или его реакцию на то или иное событие. Как? А очень просто. Если Ио счастлив, то он будет издавать звуки в мажорном ключе. А когда он сердится или печалится, То вас ждёт грубый и диссонирующий звук. Ну, а если вдруг Ио испытывает боль, То мы с вами услышим вот такое вот жалостливое чириканье. Не знаю как вам, но мне после этого звука Ио стало очень жалко. Но радует то, что в основном его реплики Очень радостные и весёлые. А если у вас есть ещё и Аркана, То он споёт вам песенку из Портала. Ну, разве это не самый замечательный персонаж в игре? Ставьте лайк, если так же считаете. Ну, а я напоминаю вам, друзья, Что подписка на канал даёт вам пассивно Плюс 10 к удаче. Причём данный эффект стакается, То есть, если вы подпишетесь с двух аккаунтов, То получите плюс 20 к удаче. И так далее. Лайк, к слову, прибавляет плюс 1 ко всем атрибутам. И тоже стакается с другими роликами. Короче, лёгкий способ прокачаться без доната. А если же вы посмотрели ролик И при этом не подписались, То вас ждёт дебаф на минус 50 к удаче. А удача, ой, как важна. Это и экзамен сдать, и списать где-то, И катку вытащить, и криты Мартры. Всё это, короче, зависит только от удачи. Так что, выбор за вами. Ну, а я с вами не прощаюсь. Ещё услышимся.